Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить Диск Элизиум, ну и как вы помните в прошлый раз мы с вами намутили денег на жизнь, хоть и ненадолго, и начали говорить с тёткой, но у неё настолько много всего о чём поговорить, что я в итоге сдался и не закончил. Давайте продолжим с вами сейчас. Кстати, журнал. Что у нас тут есть? Ух ты, разбитое окно. Смотрите-ка, у нас даже тут обозначены все вот эти вот проверки навыков, и судя по всему, мы можем типа вот эти переповторить или как? Ладно, ну не суть. Тётя, вернулись, хорошо. Она делает небольшой глоток из серебристого термоса. Чем я могу вам помочь? Вы создаёте впечатление умного человека. Мне нужно, чтобы кто-нибудь поподробнее рассказал мне о реальности, в которой мы находимся. О, реальности. Она плотнее запахивает ворот капюшона. Это связано с тем приступом. Мне сложно вспомнить даже фундаментальные понятия этой реальности. А, да, приступ. Если подумать, очень похоже на тяжёлый случай энцефалопатии. Она ставит термос и переводит взгляд на тебя. Мадам, не волнуйтесь, он вполне трудоспособен. Ему лишь нужно поподробнее рассказать обо всех аспектах реальности. Ну что ж, это может занять некоторое время. Она делает большой глоток чая. Спрашивайте, детектив. Помогу, чем смогу. Так, ладно, поехали. Я знаю, что все варианты выглядят привлекательно, но начни с первого, хорошо? О, ёшки-матрёшки. Где мы? А, мы в Мартиназе, пупсик. А, пупсик. Помнишь, это наласкательное, которое обычно используют люди за 50? Пережиток эпохи диска. Не обращайте внимания. Ага, я и сам пережиток эпохи диска. Ха, она улыбается. Все мы такие. А, а что такое Мартиназ? А, Мартиназ это район Ревашоля. Она осматривается. Осматривается. Полный зеленого плаща хлопают на ветру. Очень маленький район, приютившийся рядом с грузовым портом. К северу от 881 и Джамрака. Ну что вы о нем ничего не знаете, вовсе неудивительно. Никому не нужный, можно даже сказать, позабытый всеми район, превращенный в руину во времена революции. Она пожимает плечами. Он не лишен определенного обоняния. Тьфу, обаяние, а не обоняние. Однако не в это время года. Расскажите мне подробнее о Мартиназе. Я не так уж много о нем знаю. До этого была здесь всего один раз с еще подростком. Хотя здесь мало что изменилось. Она закрывает глаза. Руины, терминал, рыбацкие лодки, тростник, мальчишки с широченными плечами. Она вновь открывает глаза. Когда-то это место было провинциальным курортом для рабочих, но потом город поглотил его, артиллерия доделала остальное. Теперь главная местная достопримечательность – тростник. Чем дальше по побережью, тем гуще заросли. Вы упомянули море. Как оно называется? На самом деле это не море. Это залив Ревашоли, который выходит в океан. Мо-океана? Да, мы на острове в океане. Крупнейший в мире водный объект. Остров Алийский океан. Первые жители Ревашоли называли его Лес Именситес Блю. Синяя бесконечность. Огромный, умеренно теплый и неизведанный, приносящий течение и уносящий их за горизонт. А как называется этот остров? Как вам уже известно, это Каю. Она глядит на воду. Представьте себе камешек. Гладкий камешек среди огромного синего моря. Истертый, расколотый. Трещины – это река Эсперанс. Мы находимся в ее дельте. Шестой рукав реки – рукав дельты Мартинеза. Совершенно очевидно, что этот камешек невероятно много значит для нее. И для человечества в целом. А, это Мартинез, понятно. А что такое Ревашоль? Ревашоль – это то, что можно назвать городом. Что вы можете сказать об этом городе? Что он великий. Она произносит это так, будто это все объясняет. Это не проявление патриотизма, это факт. Чем велик Ревашоль? История, детектив. Этот город был построен, чтобы запечатлеть историю. По крайней мере, наш вклад в нее, наши эпохи. Ясно. А кто построил этот город? Люди с акцидента. Или рабочий мигрант из Семенинских островов, или с Ильдамарата. Он зависит от того, какой точки зрения вы придерживаетесь. Когда построили Ревашоль? Лурианскую эпоху, 380 лет назад. И как же это помогло запечатлеть историю? Говорят, здесь мы найдем ответы на самые страшные вопросы нашего времени. Здесь самое высокое социальное напряжение, самый сильный раскол. Я имею в виду конфликты, идеологические конфликты. То, чем занимаются люди. Почему именно здесь? Мы с вами находимся на плодородном, самодостаточном острове, способном дать кровь двухстам миллионам человек. В центре острова Алийского океана, соединительные ткани этого мира. Она улыбается. Именно здесь крутятся деньги. То есть мы находимся в ненужной части очень нужного места. Полагаю, можно сказать и так. Мартинез примерно... Она указывает поверх воды на лазвышающиеся небоскребы. Примерно в 22 километрах от центра мира. Он в том, похожем на паяльник здания, и располагается Всемирный банк. На нижних этажах остров Алийский операционный штаб коллекционного правительства ОШК. Смотрим на море. Тишина. Она опускает руку. Вода, свет. Ты словно видишь все это в первый раз. Ничего. Лишь бескрайнее море, до идущий от него холод. А где мы? Мы там, где мы есть. К сожалению, у меня нет для вас более подходящего ответа. Она пристально смотрит на тебя, пока ты изучаешь горизонт. Ты обязательно должен додумать эту мысль. Где же ты? О чем еще вам хотелось бы услышать? Помнится, вы что-то говорили про разговор о реальности? Спасибо. Это было очень информативно. Уверен, у моего забывчивого коллеги есть много других вопросов. Он поворачивается к тебе. О еще более фундаментальных аспектах реальности. Могу я попросить вас нет задавать их прямо сейчас? Госпожа месье и позже будет здесь и завтра. Не так ли, мадам? Все непременно. У меня еще много работы. Вы правы, лейтенант. Я продолжу в другой раз. Он кивает. Хорошего понемножку. Да, конечно, я всегда к вашим услугам. Давайте действительно, я хотел закончить и успеть в книжный магазинчик. Спасибо. Пока что это все. Рада была вам помочь и поделиться тем немногим, что знаю. Спасибо, но у меня пока все. И валим отсюда. Давайте в книжный магазинчик. Только у нас, во-первых, есть мысль, которую мы пока не можем думать. Правильно? А, особый административный регион Ревашоли или Каю. Островалиський океан, коллекционное правительство, островалиський операционный штаб. Столько названий, ни одно из них не кажется знакомым. Они звучат как настоящие, но что-то не так. Ты чувствуешь себя ребенком, рассматривающим наклейки на холодильнике. True One, Абрикосовая компания, Всемирные игры 34. Ты почти видишь, как тянешься к ним рукой. Подцепить уголок, попробовать отклеить. Это, кажется, тебе самый важный из всех мыслей. Той, что обязательно надо довести до конца. А как нам расследовать ячейку для мыслей, а? Ну, видимо, мы это потом узнаем. Итого. Да, чувак, до тебя сейчас дела нет. Я бегу в книжный. Я хочу успеть, пока он работает. А я надеюсь, что он работает допоздна, потому что он не самый прибыльный. Им, наверное, нужны деньги. Да, свет горит, смотрите-ка, дом стоит, свет горит. Суперски. И еще раз в журнальчик заглянем. У нас с вами узнать всю правду о реальности. Помириться с Куна. Человек из Хельмдали. Ему книжку надо купить, видимо. Но я и уверен, что и сами мы не откажемся от того, чтобы ее полистать. А я хочу купить книгу Хельм... Хельм... Хельмдальерман. О, конечно, она потирает руки. Тоже хорошая покупка. Отлично, а мы можем ее изучить как-то, эту книгу? Да, взаимодействовать. На бумажной обложке этой потрепанной книги изображен человек из Хельмдаля, стоящий на куче окровавленных трупов. В свои хендеры драматично скрещены у него на груди, и с них копает кровь. Зашибись. На заднем плане возвышаются острые, покрытые снегом пики его родных северных гор. Над головой героя, будто флаг, развернулись огромные красные буквы. Хельм...далерман. Человек из Хельмдаля. На переднем плане в молитвной позе лежит почти обнаженная женщина, прикрытая в стратегических местах струящимися черными волосами. Смотрим на обратную сторону обложки. В аннотации на обороте сказано. И его последнее приключение идеально подходит для знакомства с Хельмдальской сагой. Представляем вам человека из Хельмдаля, его верного кровного брата Тирбальда, благородного лорда Фрутгара и их самых грозных врагов. За север! За Хельмдаль! Ниже в скобках мелким шрифтом написано. По мотивам книг «Человек из Хельмдаля. Сокровище некроманта», «Человек из Хельмдаля. Лорд Брутгар» и «Человек из Хельмдаля. Проклятие Нахтерьеров». Прочитаем первую пару страниц. Рассказ начинается «In Medias Res». «Человек из Хельмдаля» и его верные северные головорезы сражаются с армией нечленораздельно бормочущих упырей под предводителем бессмертного некроманта в недрах древнего храма. Один за другим храбрые северяне гибнут под непрекращающимся натийском нежити и пополняют ее ряды своими вновь оживленными телами. На закате в живых остались только «Человек из Хельмдаля» и его кровный брат, благородный Тирбальд, против сонма мертвецов. «Погибнуть, стоя плечом к плечу, с тобой, брат мой, это честь для меня!» восклицает Тирбальд, отсекая боевым топором голову одному из оживших товарищей. «Ого, теперь у них неприятности!» «Найн, Тирбальд!» — ревет «Человек из Хельмдаля», окруженный толпой живых мертвецов. «Мужайся! За север! За Хельмдаль!» Он прыгает на бизонин, чтобы лицом к лицу встретиться с черноглазой фигурой. И словно безумный белый медведь вращает близнецами цвайхендерами, бурей и натиском. Он прорубается сквозь ряды бессмертных, окруживших некроманта. И со стрессмертоносной точностью два лезвия отсекают голову некроманта. Без его черного колдовства легионы нежити, будто тряпичные куклы, падают на земь. Ну а северянина стоят посреди проклятого храма, окруженные телами своих павших собратьев. Листаем вперед. Несколько глав спустя обстановка полностью меняется. Человек из Хельмдаля и Тирбальд летят над безводной пустыней верхом на паре Грифора, которые каким-то образом всегда появляются в подходящий для сюжета момент. Эта книга просто пародия на сюжетную проработку. Хотя что-то подсказывает тебе, что за связанностью повествования никто не гнался. Северяне оказываются во дворце могущественного южного владыки, лорда Врутгора. Пожилой король умоляет человека из Хельмдаля избавить его королевство от нахтерреров, живущего под землей клана слепых колдунов, которые променяли свои души на демоническую силу. Человек из Хельмдаля требует от отчаявшегося владыки высокую плату, земли для бездомных песчаных педмеев, которые живут в изгнании на границе королевства. Врутгор взамен предлагает герою руку своей старшей дочери, но сын зимы не преклонен. Минутку, а почему человек из Хельмдаля всем этим занимается? В каком смысле? Почему он все это делает? Потому что пламя справедливости горит в его груди, потому что честь дорогого его сердцу Хельмдаля для него превыше всего, потому что его благородная котландская кровь кипит от жажды славы и побед, это очевидно. Это все? В каком смысле это все? Но у него есть еще какие-то личные качества? Он, человек из Хельмдаля, он закален в яростных битвах, смерть его господин, а кровь его госпожа. Лишь 14 зим минуло после его рождения, когда он покинул свою холодную родину в Катле и отправился на поиски чести и славы, это и есть его качество. У него даже имени настоящего нет. Что у этого человека внутри? Или он состоит только из мускулов и костей? Хорошо, но есть у него какой-нибудь внутренний конфликт? Он самый неистовый человек на Земле, единственный смертный, способный обуздать силу близнецов, цвайхандеров, бури и натиска, чьи имена являются аллюзией на... Да, я это понял. Он сильный, у него большие мечи, но почему я должен переживать за этого персонажа? А ты что, литературный критик? Возможно. Хватит! Ты разрушаешь ритм повествования. Так, где ты остановился? А, вот. Какой ритм? Ты пропускаешь подробное описание изысканного банкета, на котором было произнесено множество тостов и страниц о долгом и опасном путешествии из крепости Врутгара к древнему лесу Издора, откуда наши герои проникают в зловещие чертоги нах... тхереров. В центре огромного зала возвышается кровавый алтарь, на котором пара нахереров потрошат пронзительного опящего крестянина, проводя греховный ритуал, который позволяет им овладеть запретной магией. Когда отвратительная церемония заканчивается, внимание на тхереров привлекает звук обнажаемых клинков, раздающихся со стороны двух запертых плащей фигур в дверном проеме. Незваные гости молниеносно сбрасывают плащи и обнажают сияющие северные клинки. Это человек из Хельмдаля и его доблестный кровный брат Тирбальд. Ого, такого поворота я не ожидал. Мгновение ока нахтхереры призывают целое полчища нечленораздельно бормочащих арккинидов, которые бросаются на наших героев. Зал наполняется звоном клинков и криками умирающих, а пол становится скользким от дымящихся внутренностей. А, да ёб твою мать! Когда шум битвы стихает, на ногах остаются человек из Хельмдаля и Тирбальд. Измотанные и покрытые внутренностями врагов северяне бросаются на нечестивых нахтхереров. Голубые будто садолит глаза человека из Хельмдаля застилает ярость. За север! Восклицает он и бросается в отчаянную атаку. «Порежь их на ленточке, Хельдерман!» Вероятно, но с уверенностью сказать невозможно, так как книга заканчивается примечанием. Продолжение ищите в книге «Хельдерман перед вратами будущего» скоро во всех книжных магазинах. Учитывая огромное количество и разнообразие книг о Хельдермане, тебе вряд ли когда-нибудь удастся найти продолжение. С обложки на тебя с мрачной решимостью смотрит человек из Хельмдля. Кладём книгу обратно. Супер! Успеем мы, интересно, до Куна добежать. Посмотрим. Ну, главное, чтобы мы не вручили ему книгу, и на этом день закончился. И он такой, ой, мне пора к мамочке. Ты пришёл, чтобы сделать подношение Куна? Тебе самому, наверное, это тупостью покажется, но, может, кому-то из твоих знакомых протягиваем книгу «Человек из Хельмдля». «Э, Куна, блядь, не читает!» Он быстро бросает взгляд на забор. «Ёбаные книжки, тебе только мозги крутят!» Куна знает одного очкастого урода, который постоянно за книгой сидит. Никак от этого говна оторваться не может. Смотреть тошно. Куна может подзаработать на его тяге. Ты о чём это, Куна? Да у Куна знакомый один. Кричит он в сторону забора. «Мартин, он не отсюда, а то ли из Града, то ли ещё какой-то жопы!» «Так тебе нужна книга». О, смотрите-ка, задание выполнено, помириться с Куном. Ладно, жирный, Куна у тебя её забирает. Хоть подзаработает на этом дерьме немного. Он жадно выхватывает у тебя книгу. «Ну что тебе ещё нужно?» Ммм, 28%. Я хочу ещё раз поговорить с тобой о теле, Куна. А чё с ним? Ничего. Так. У меня есть ещё вопросы по поводу места преступления. «А, королевство Куна, отец Хули». Одежда покойного была в мусорном баке. Как она туда попала? «Да нихуя Куна об этом не знает. Такая хуйня недостойна, Куна». Мне нужно узнать. Вдруг это зацепка в расследовании. Возможно, кто-то поменял что-то на месте преступления. «О, слушай, слушай!» Перебивает он. «Куна, поебать на эти мелочи, ну слушай!» «Куна, видел, чем ты тут занят? Помойка хроешься, стыдоба!» «Куна может подогнать тебе нормальный шмот, типа того, что носит сам Куна». Он указывает на свои штаны. «Твоего размера по норм цене 500 реалов». «Погоди». Вопрос был о том, что случилось с его одеждой. Должен же ты был ее тут видеть. «Слушай, нихуя Куна тут не видел, кроме этого пидора», Он указывает на тело. «Дедуль, тебе спорттовар нужен или как?» Лейтенант молчит, но на лице его крайне недостойно написано «Я же говорил». «Нет, Куна, ты ничего не знаешь о том, не меняли ли что-нибудь на месте преступления, а штаны у меня и так есть». «Да и похуй!» «Куна, помочь хотел, но ты для штанов фаун все равно слишком жирный мусор». «А в мусорном баке еще была кружка, показан кружку». «Че, бля, кружка в мусоре?» «Это опять твоя хуйня про шмотки, что ли?» «Да, связана ли с ними эта российская кружка?» «А, Куна врубился чему-то! Куна заебись соображает!» А взволнованно шепчет он. «Ты к тому, что мусорам нужен хер с кружкой, потому что это тот же хер, что и со шмотом!» «Не слышу, Куна, говори громче, Куна!» «Именно, кто-то химешил на месте преступления, прибирался тут». «У, сурово!» Он на минуту задумывает. «Кого-то отмнохают в подвале, а? Хера с кружкой прикуют к батарее!» Он одобрительно кивает. «Куна не знает, кто все это туда засунул, а и знал бы, не стал бы стучать, но если выяснишь, что может...» «Ты сейчас мусорнешься, Куна, хватит!» «Они подсаживают тебя на стукачество!» Она шепит еще злобнее, чем раньше. «Отвалите от моего Куна, пидоры!» «Да!» — отскакивает Куна. «Мусорскую вонь свою приберите!» «Куна-менту не товарищ!» «Делайте свое дело и валите подальше!» «Лестница лазал по ней!» Указываем на лестницу по дереву. «Да ты посмотри на эту хуевину!» — верещит он. «Ты прикончить Куна хочешь?» «То есть, на твой взгляд, забраться по этой лестнице нельзя?» «Кун-то откуда, блядь, знать? Куна, сраный акробат, что ли?» Лейтенант что-то бегло записывает блокнот. «Это ловушка Куна, не лазай по ней, Куна!» «А что в той теплице?» «Без понятия!» — пожимает плечами он. «Там раньше работала с садовницей Киптша!» «Кипт» — он чижительный термин, который называют людей южносеменинского и ариапагидского происхождения. Когда-то это было распространенное имя среди ильдеманских ариапагидов. Сейчас встречается реже. «Погоди, садовница там раньше работала?» «Да, Куна так и сказал! Не выдержала жары и свалила, а Куна выдерживает!» Он набирает полную грудь воздуха, глаза его слегка слезятся. «Это полная хуйня для Куна!» «Ты про девушку возле танцев тряпье? Это садовница!» «Слушай, Куна нихуя не объясняет, только говорит!» Он смотрит тебе в глаза и кивает, как бы соглашаясь с самим собой. «Да, это...» «Куна, вот там груда извечнита!» «Указываем на нее!» «Да просто какие-то кровельщики распиздяя оставили!» «Вот, снова это странное чувство, будто есть что-то еще в этой груди кровельного материала!» «От меня не скроешь истины, я вижу вслепую третьим глазом!» «Третьим глазом? Это что за хует-то?» На мгновение он теряет самообладание и кричит. «Мусор, задай мне нормальный вопрос!» «Он хочет выстрелить тебя, дуракон, Куна!» «Ты снова кощешься на кровельный материал возле дома!» «Да, надо к нему вернуться!» «Хорошо!» «А, говори, что хочешь! Я вижу сквозь завесу!» На мгновение он теряет самообладание... «А, так, ну ладно, хорошо, еще раз!» «Так, да-да, просто какие-то распиздяи оставили, а эти распиздяи были левшами!» «Что, бля, Куна не ебал, какими руками они пользовались?» «У меня что, нет ни одной нормальной фразы на уме?» «Мы давным-давно вышли за рамки нормальности. Мы в звездных покоях». «Ким, по-моему, я уже в звездных покоях». «М-м-м!» «Лейтенант не отрывает нас от блокнота!» «Я понятия не имею, что вы сейчас сказали!» «А че, у тебя припадок во дворе, Куна, да?» «Возбужденно спрашивает он». «Так, еще, а как нам?» «Хорошо, ладно, сейчас вернемся назад». «В будущем могут быть еще вопросы». «Ну что ж, давайте попробуем эмпатию». «Выясним, что творится с этим пацаном». «Ну, он топчется по твоему месту преступления, командует тут». «И он тут давно, он вообще здесь обычно гуляет. Нужно вытащить из него побольше, он может пригодиться». «Эй, Куна, ты можешь на минуточку выключить, Куна? Давай поговорим нормально». «Залупаться на Куна? Залупаться на меня? Залупаться?» «Он изображает звуки неудержимой рвоты». «Жалкое зрелище!» «Тебе повезло, что ты не сдох, пидор!» «А, может ты дашь мне какой-нибудь совет? Ведь тебе самому похож запах нипочем». «Да, у Куны есть для тебя совет!» «Пацан глядит налево, потом направо, потом придвигается поближе». «Тебе сколько? Лет восемьдесят, да? Может хватит, блять, позориться перед ребёнком?» «Ха, может быть, ты сможешь обуздать эту негативную энергию и превратить её в какой-нибудь кунафицированный антиблеватель?» «Кунафицированный антиблеватель, я иду к тебе». «Вот так вот, преврати свои слабости в концептуальную силу и попробуй ещё раз, прямо сейчас». «Ладно, я пойду». «Куна, похуй!» «А Куна, разве не надо всё-таки домой?» «Что ж, у кого-то есть несанкционированный доступ к мусору танцев?» «Найдите этого человека и вы узнаете, кто подтасовал улики на месте преступления». «На это может уйти некоторое время. Прикольно, что они это пишут». «Ну что ж, прямо сейчас так прямо сейчас. Пробуем». «О, девяносто два процента. Смотрите, собрался тряпка». «Он всё ещё там. Смотрит сквозь тебя своими белыми глазами». «Тело всецело занято испусканием трупного злобония. Теперь это его единственная задача». «Разжать нос и попытаться сдержать рвотный порыв». «Ну, аминь». «Ты вдыхаешь, а на тебя накатывает вонь». «Мозг настойчиво кричит. Беги!» «Желудок хочет вывернуться наизнанку». «Ещё лишь глаза, опускаешь руки по бокам и продолжаешь стоять посреди этого запаха». «Это всегда так?» «Спустя неделю, да. Разложение в самом разгаре. Подходим ближе». «На мужчине нет одежды, только нижнее бельё и покрыто эмалью ботинки. Кожа зеленоватая, с проступающими полосками вены трупными пятнами. Грудь и плечи покрыты тускнеющей паутиной татуировок. Грузовой ремень, которым он подвешен на ветку, выглядит крепким для промышленного применения. Смотрим на ботинки. Похоже, керамические. Яркая белизна ботинок резко контрастирует с разлагающейся плотью над коленом. Погибший носил плотные синтетические носки, возможно, как дополнительную подкладку. Их покрывает тонкая сеть защелкивающихся пластинок. Искусные и утонченные, они кажутся совершенно чуждыми окружающему тебя миру, какими-то неуместными. Совершенно очевидно, что это не ботинки, а броня. Возможно, часть комплекта. Это не просто ботинки, да? Это часть брони, которую с ней сняли. Действительно. Зажав блокнот подмышкой, лейтенант приседает, чтобы изучить подошвы. Строго говоря, это не ботинки, а саботоны. А что именно за броня? Керамическая. В основном из диоксида циркония. Здесь должна быть указана модель. Где? Под каблуком. Фа-и-фа-и-фа-и-фейер-везер. Он немного поворачивает ботинок. Фейер-везер Т-500ВЕ. Полагаю, ВЕ означает стекловидную эмаль. Продвинутые технологии. А где остальное? Местные растащили? Он кивает. Это все, что осталось. Он здесь уже 7 дней висит. Было бы странно, если бы не растащили. Нужно поискать другие части брони. Это может дать новую информацию. Он кивает на Куна. Этот может что-нибудь знать. Может, у него из брони были только эти ботинки? Не думаю. У него под одеждой было что-то ценное, ради чего им пришлось снять с него джинсы и рубашку, которые мы нашли. Броню такого типа часто ведь надевают под одежду. А что если они приказали ему раздеться, прежде чем повесили, чтобы унизить? В таких случаях они обычно раздевают до гола. Ля Пута Мадре, Мазда, Бессмертные и прочие. А наш повешенный остался в трусах. Че бля за разговоры про труселя? Такой материал выглядит здесь неуместно. Так и есть. Он дорогой. Лейтенант проводит указательным пальцем линию на покрытой росой брони. Мы уже несколько лет пытаемся заказать аналогичные материалы для наших тактических подразделений. Полицейское управление сочло это слишком затратным. За это время мы потеряли в перестрелках уже шесть человек. О каких суммах идет речь? Весь комплект зарплата примерно за четыре года. В северо-западном регионе Ревашоле офицер в среднем получает 5500 реалов в год без учета звания. Ха, баблишка, детка. Киваем ботинком. И под баблишком, вы имеете в виду, он склоняет голову на бок, что мы не будем регистрировать их как доказательство, а просто украдем? Что он там говорил про полицейское управление? Если хочешь тянуть в это лейтенанта, придется нажать на нужные кнопки. Нет, я не это хотел сказать. Разумеется, кивает он. Как этот человек мог позволить себе такое дорогое обмундирование? Нам еще предстоит это выяснить. В моем предварительном отчете предполагается, что он работал охранником в компании, владеющей портом, но это лишь слухи. А что в предварительном отчете? Информация, которую мне удалось собрать в участке. Отчет о Мартинезе. Уверен, вы сделали то же самое. На самом деле он не уверен, просто проявляет тактичность. Слишком круто для простого охранника. Согласен, обычный охранник никогда не смог бы позволить себе такое обмундирование. Стучим по ботинку. Воздух наполняет тонкий звон, будто кто-то позвонил в колокольчик или постучал по краю фарфоровой чашки. Монтировка у тебя в руке уже заскучала от бездействия. С размаху ударяем по ботинку монтировкой. Металл ударяется о ботинок с тем же звоном. Звук не становится громче. Лейтенант прислушивается, приложив ладонь к уху. Вы слышали? Щелчок. Как у нас вовремя оказалась монтировка в руках. Вот это здорово вообще. Да, как катающаяся игра на кость. Он перераспределяет поступившую кинетическую энергию в горизонтальной плоскости от пластины к пластине. Когда пластины соприкасаются, раздается щелчок. Вы слышали этот звук? Он показывает на носок ботинка. Видите эти линии? Сложная сеть едва заметных линий покрывает пластины, разбивая их на более мелкие фрагменты, которые делятся затем на еще меньшие пластины. Сотни маленьких пластин. Как паркетные доски. Конструкция выглядит органично. Органическо созданное под вдохновением от высокопрочных древесных пород. Возможно таких, как бокаут и обеновое дерево. Это мне что-нибудь напоминает? Если бы деревья были из фарфора, спил мог бы выглядеть именно так. Проводим пальцами по линии. Блестящая гладкая поверхность на самом деле представляет собой еще более сложное и хитросплетение элементов, апогеем которого становится правый саботон. Где ты замечаешь? Ух ты! Узор пластинок складывается в буквы номер. Е50-100000. Похоже, на правом саботоне указан серийный номер, указанный на узор. Хорошо. Вы не могли бы его прочитать? Он касается языком подсохшего кончика шариковой ручки. Е50-100000. Модель и номер. Теперь у нас есть хоть какая-то информация. Когда закончим, можно будет воспользоваться рацией в моей кинеме и проверить этот номер в любом из участков. Тянем за ботинок. Это кажется опасным. Уверен? Обхватываем ботинок рукой. Вон заполняет твои ноздри. Ты тянешь низ, и сверху раздается зловещий хруст. «Стойте!» – резко окрикивает тебя лейтенант. Он смотрит, как ты стоишь, зажав подмышкой ботинок. «Мусор хочет ему башку оторвать!» «Убойно!» «А что?» «Даже этим щенкам понятно, что вы ему так голову оторвете!» «Сделай, это гомосятина!» «Один момент. Простите. Так можно и голову оторвать, да?» «Да, именно об этом я и говорю. Сделав это, вы усложните работу судмедэксперта. Так что не надо!» «Мы что, не детективы, что ли? В этом ботинке могут быть улики». «Какие еще улики вам нужны? Вы ведь уже нашли номер. Кроме того, он постукивает по ботинку». «У вас все равно не получится их снять. Весь биологический материал этого тела стекал вниз в ботинки. Они теперь вросли в ноги. Как думаете, почему местные их до сих пор не сняли?» «Ты уверен, что есть какой-то способ содрать их с ног?» «Но для этого нужно сначала снять труп с дерева. А еще, возможно, будет лучше, если лейтенант не будет при этом присутствовать». «Украсть ботинки мертвеца, но это же так бесчестно. Отказаться честь дороже». «Ну что ж, ладно. Значит, придется оплачивать счет в гостинице очками чести. Сколько тебе уже удалось набрать?» «А что, есть какие-то очки чести?» «Нет, конечно, не будь таким наивным». Тебе все еще кажется, что очки чести вполне могут существовать. Если это так, то одно ты точно только что заработал. А что тогда будет с ботинками? В морге о них позаботятся. Учитывая всю ситуацию, им это все равно ничего не даст. А нам нужно правильно расставлять приоритеты. Он смотрит на ботинки. Может, вернемся к работе? Отходим и смотрим на труп. Труп медленно раскачивается на грузовом ремне. Грудь покрыта татуировками, конечности в розовых и синих пятнах. Осматриваем ремень. Петля туго затянута подвесом висящего на ремне тела. Желтый полиэстер вырезается твердой кромкой в шею. Выше, продетый в скользящую пряжку ремень, крепится к ветке. Это армированный сталью ремень для швартовки грузов. Старший брат обычного грузового ремня. Таким привязывают грузы под шестивинтовыми воздушными судами. Не спрашивая, откуда я знаю, но это ремень для швартовки грузов на воздушных судах. Для воздушных перевозок? Я думал, такие используют для крепления на грузовиках. Судя по всему, это армированная версия для авиаперевозок. Об этом говорит мой мозг. Он кивает. В местном грузовом порту для транспортировки контейнеров используют шестивинтовые воздушные суда. Такое чувство, что они схватили первое, что подвернулось под руку, и даже не позаботились о собственном алиби. Мы полагаем, что это дело рук портовых рабочих? Да, я все еще рассматриваю это как самосуд. Причина, которую кроются в идущей забастовке. Он поднимает бровь, вежливо смотрит на тебя. А вы что думаете? Да, соглашается. А, нет, ты чувствуешь, здесь еще есть что-то. Ну что? Нет, мне кажется, тут что-то другое. Да, он закрывает нос рукой. Зачастую так и бывает. Меня беспокоит этот ремень. Они явно хотели, чтобы он оставался на дереве. Канат армирован стальными волокнами. Этого я и боялся. Он поднимается, чтобы изучить петлю. Тонкие стальные волокна, параллельные нити. Спустить его оттуда будет намного проблематичнее, чем я полагал. Как они вообще его туда подняли? Петля для виселицы. Такая штука, которую проще затягивать с одной стороны. Он указывает на пряжку, которую удерживает ремень на ветке. Они что, забрались наверх по детской лесенке? Показываем на лестнице сбоку. Эта лестница не выдержит вес взрослого человека. И никаких щепок я поблизости тоже не видел. А вы? Думаю, они закинули петлю на ветку, а потом потянули ремень, чтобы пряжка закрылась. Он делает жест, будто тянет ремень. Смотрим на труп еще раз. Смотрим на татуировки. Затейливое переплетение синих линий растянулось по всей груди. От правого плеча до солнечного сплетения. На каждом пересечении маленькая белая звездочка. Этих тускнеющих звезд целые сотни, и плотнее всего они расположены в области сердца. Его тело отмечено звездами. А чем будет отмечено мое? Алкоголем и разбитым сердцем. Ммм, это какая-то схема микроэлектронной системы? Мои познания в науке кибернетики весьма поверхностные. Так что не могу сказать, так ли это. Но для схемы вроде недостаточно сложно. Ммм, мы что-то упускаем. Согласен. Воздух наполняет внезапный пронзительный звук. И это лейтенант растягивает молнию на своей куртке. Он достает из кармана куртки тонкий рифленый брусок алюминия и раскрывает его со звуком вынимаемого из ножен меча. Появляется небольшая линза. Это что-то вроде камеры. Что это? Тригад Саншайн Мини. Тригад – ведущий мировой производитель устройств внутренней связи, а прежде всего проекторов. Эта камера почему-то кажется тебе знакомой. Куна, блять! Что еще за хуйня? Цветная камера для мгновенной фотографии. Он достает две ампулы с металлическими крышками и защелкивает их в отсеке на боков аппарата. Цветится тонкая щелочка. Он впервые открыто признает присутствие здесь подростков. У меня всего две ампулы, так что не двигайтесь, не хочу потратить их пустую. Пристально глядя в камеру, он направляет ее на труп. Линзе нужно подстроиться, а затем… Ух ты, какая красота! Раздается визгливый звук сработавшей вспышки. Лопается маленькая стеклянная ампула. Ты видишь, как цветные ручейки тикут на толстый, лоснящийся листок бумаги, вылезающий из камеры. Ну, неплохо, неплохо. На листке полноцветное изображение, покрытое татуировками груди погибшего. На всякий случай. Поясняет лейтенант и трясет листок, просушивая его на холодную метру. Крутая техника. Да, он складывает и убирает камеру. Довольно-таки крутая. А зачем нам может понадобиться эта фотография? Она отражает суть личности этого человека. По телосложению я бы предположил, что погибший был сторонником физического насилия. Через свое тело он пытался рассказать очень важную для него историю. Это его письмо на кому-то, кто сможет его расшифровать. Нужно показать это изображение другим. А можно мне? Я бы посмотрел попозже без этого трупного смрада. Конечно, только не потеряйте. Он протягивает тебе скрученный фрагмент фотобумаги не крупнее пачки сигарет. Метвец глядит сквозь тебя, остекленевшими глазами. Его рот безмолвен, а кожа разноцветная, как химическая радуга на фотобумаге. Он распростер объятия паразитирующим организмом. Смотрим в глаза. Его молочно-белые слепые к окружающему глаза комично выпирают из глазниц. Никого нет дома, одни лишь подводные ужасы. Его голова покрыта темно-русыми волосами. Лицо вот-вот взорвется от происходящих в этой голове органических процессов. Смертельная ухмылка пропала. Осталась лишь неузнаваемая масса, в которой сложно различить прежние черты лица. Под застывшей плотью прячется эмоция. Ее невозможно увидеть по внешним признакам и чертам. Она скрывается внутри. Это наслаждение. В момент смерти этот человек получал наслаждение. Этот человек получал наслаждение в момент смерти. «Почему вы так думаете?» «Интуиция?» «Ну ладно». Лейтенант что-то отмечает в своем блокноте. «Я уже не так скептически отношусь к твоим догадкам», думает он. «Как это было, когда под влиянием паранатуральных порывов ты полез в мусорный бак?» Затем он снова прикрывает нос рукой. «Мертвец, скажи мне, кто ты?» «Наше везение». «Труп безжизнно молчит. Ты понятия не имеешь, почему вообще это сказал?» «То он?» «Мужчина от 40 до 50 от литического телосложения». «Ладно, запомним эту проверку». «Прищуримся и отходим назад». «Труп смотрит сквозь тебя, когда ты пытаешься отстраниться от того зловония, глаза как у акулы». «Так, ты щуришься, и чудовище перед тобой расплывается жутким зелено-розовым пятном. Рассматриваем». «Розовый с синим отметинами проступает только на бедрах и верхней части тела. На его разбухших руках и на шее сразу над петлей. Остальное тело в холодном весеннем воздухе кажется темно-зеленым». «Ким, я прищурился. Зачем?» «Офицер, откуда мне знать, зачем вы прищурились?» «А, лицо и руки, розовые бедра тоже, остальное зеленоватое». «А, хмыкает он. Вы пытаетесь оценить распространение трупных пятен. Ослабляем глаза». Твой взгляд снова фокусируется на чудовище. Взрыв цвета и с прищуренной темной сеткой вен. И в животе словно зреет какой-то плод. Черная жидкость струится по бедрам и ботинкам. «Ну, что думаете?» «Его били. Видишь эти синяки?» «Вижу. Большинство из них посмертные. Может, даже все. Эти правонарушители усложнили нам работу, когда развлекались». «Слышь узкоглазый, хорош загадки тут загадывать». «Он говорит, что ты хорошо его разъебал, куна», кричит девчонка. «По-жесткому». «Мм, даже не знаю, что думать. А ты что думаешь?» «Я думаю, что сразу после смерти он пребывал в вертикальном положении. Кровь скопилась у него в руках и ногах и в области шеи. Он указывает на разбухший подбородок. Петля сработала, как жгут, предотвращая отток крови от головы. Гипостаз соответствует повешению. Вот что я думаю». «А его могли перемещать уже после смерти?» «Такой шанс всегда есть. Нужно проверить, соответствует ли странгуляционная борозда на шее ремню. Сначала нужно снять его оттуда. А из него что-то течет». «Затыкаем нос». «Лужица крови и фекалий проела себе путь сквозь замерзшую грязь под ногами мертвеца. Сверху на нее капля за каплей сочится вязкая жижа». «Похоже, на момент смерти в желудке жертвы было не больше полукилограмма переваренной пищи». «Что за хуйню он несет? Пидоры трут за говно». «Вот это нам повезло». «Повезло? Я не чувствую тут никакого везения. Я думаю, что он мертв». «Согласен». Уголках его глаз собрались морщинки. Он беззвучно смеется. Его личность больше не является частью этого мира. Бесповоротно мертв. Структура мира больше не содержит его личности. Когда-то содержала, но семь дней назад перестала. Он кивает, соглашаясь с глубиной концептуализации и после некоторых раздумий добавляет «Да, как-то так». Отходим, отдышимся. «Вот только дышать здесь нечем. Труп заполняет собой воздух и твои ноздри». Он медленно вращается перед тобой, разлагаясь. «Ну что, как будем снимать его оттуда?» Он задумывается, а затем сверяется со своими записями. «Вы уверены, что подготовка к осмотру завершена? Когда мы его снимем, может оказаться, что мы что-нибудь упустили». А, черт, ну у нас есть вот та проверка, но для этого нам нужен левелап. Ладно, отходим и смотрим еще раз и уходим. Снимем, видимо, в другой раз. Вот так, Куна, на покимпи. Что у нас здесь? Где остальные части брони, информация о серийном номере и татуировки. Здорово. Что ж, можем, наверное, до тачки добежать. И если в участке еще кто-то работает в 10 вечера, ну вообще они должны работать круглосуточно. Тут еще вот эту тетю есть смысл расспросить. Но предлагаю этому с вами уделить следующий эпизод. А пока спасибо Миша Лебедева, Миша Фоминус Зуклики, Андрею Фиолетову, Евгению Глебову, Да, Хармсу Алексею Смирнову, Просто Еду, Сергею Каину, Рокки Бальбову, Антону Цару и брата Монзо за то, что тебя продолжают поддерживать канал. Всем вам, ребятушки, огромное спасибо, что вы здесь вместе со мной проходите эту игру. А мы с вами встретимся завтра в следующем эпизоде. На этом у меня все. Счастливо, удачи, до встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok